Есть на Камазе бригадир Соловьёв. Он в числе первых подхватил эстафету Злобина, Серикова и внедрил у себя в Татсельстрое бригадный подряд. О нём был снят фильм. И мы пригласили наших героев посмотреть его. Бригадира в Москву посылали. Метод Злобина изучать. Вернулся на крыльях. Просил, требовал. Заключите с бригадой подрядный договор. А начальник попрекнул. Неужели славы мало? Соловьёв в портком. А начальник. Ах ты, воевать! Пиши заявление по собственному желанию. Я пришёл домой, мне стало обидно. И я сел, прямо взял ученическую тетрадь, оторвал верхнюю плитурку и начал. Раиский Иоаннович. И всё, 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 всё. Писал. Вот. В конце, значит, поставил точку. Беру конверт. И почтовый ящик местного значения. Да. Бригадный подряд – мощный ускоритель. Он сокращает сроки строительства, позволяет экономить материалы, резко повышает производительность труда. Что такое вот бригадный подряд? Спрашивают себе такое, что такое бригадный подряд? Вот я бригадный подряд считаю, что это, во-первых, в первую очередь дисциплина человека, дисциплинирует она. Потом повышает производительность труда. И потом мы, как говорится, работаем уже, иногда бывает, двое, один за двоих. То есть у меня, если человек уходит в отпуск, то мы его норму выполняем всех. Я работаю на подряд, я выполняю, я заинтересована, я знаю, что я должна здесь. Рядом со мной сосед же работает. Он работает, а? И у нас так и получается. Мы три бригады работаем на одних и тех же объектах. А получаем мы гораздо больше, чем работают они. Они там знают уже свою работу. И мы же все цело зависим от строителей. С нашей организацией, допустим, с монтажным управлением мы договор можно заключить. С них можем потребовать, с ними можно договориться, так? Но еще генподрядчик есть, так? С которым даже наш начальник управления и то не всегда может договориться. Хотя генподрядчик нам обязан предоставлять фронт работ. Вот если это все будет согласованно, допустим, у меня бригада, она готова. У меня очередь, такая мощная бригада, можно сказать. Нет, у нас нужно, прежде чем что-то начать, нужно завести трубы, завести материалы, завести все это. Оборудование. Оборудование завести, нужно выставить все это. Потом уже начинать трубы ложить. По-корному тоже так работаешь, и по подряду работаешь там. Правда мы по подряду не работаем. Здесь еще за экономию материалов борешься? Да. Энергия, материалы. Энергия, материалы. Это учитывать здесь, все идет. Да. Да, вот мелкие объекты, школы, магазины у нас на соцклубе были. Приходится менять объекты в месяц, по три, по четыре, а то и по пять раз. Потому что работа кончается, фронт работ не дает бригадам. И приходится переезжать. Переезды много времени затрачивают. Значит, что делает бригадир? Бригадир, значит, звонит или там начальнику прорабу, начальнику участка. Работы нет, значит, принимайте меры. Конечно, он должен заранее об этом предусмотреть, да? Вот. Но у нас, как правило, так не бывает. А как участвуют в организации подряда инженерно-технические работники? Материально у них заинтересованы инженерно-технические работники. Тем более им же волокиты сколько, если так разобраться, да, с этим делом? Они же должны крутиться, чтобы нас обеспечить-то всем. Прежде чем приступить к работе, к какой-то, к любой работе даже, нужно начальнику человека научить работать и считать эту работу. Если ты сумеешь затратить меньше времени и это, это можно подключать подряд. Вот это основная мысль. Но для того, чтобы научиться считать, нужно, я ставил вопрос на собрание, у нас отчетно-выборное было, я ставил. Нужно какие-то курсы. Некоторые ездили на курсы у нас, некоторые ездили. Со Злобиным там встречались это. Ну, в принципе, это не обязательно к Злобину ехать. Это можно в управлении, в управлении можно организовать, вот что у нас сейчас и сделали. Вернемся в бригаду Быковой. Верно, что здесь заранее знают и объем работы, и объект небольшой. Но верно и то, что здесь на бригаду работает участок подготовки производства. Подряд заранее просчитан. Сегодня можно и материально заинтересовать инженеров и экономистов. Включать их в состав бригады. Другое преимущество Быковой. Подряд здесь подготовлен. Конечно, у электромонтажниц меньше партнеров, и легче определить их долю в общей работе. Но ясно и другое. Там, где взаимодействуют несколько организаций, управлений, трестов, подряд должен быть сквозным. И от конечного результата полностью готового объекта должны зависеть и строители, и проектировщики, и монтажники, и даже сам генеральный подрядчик. Тогда и станет подряд могучим ускорителем на нашем пути в будущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok